Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске я вам расскажу все про лазерное удаление. Ну и, конечно, покажу на деле, как правильно проводить эту процедуру. Перед этим мы заморозили клиента. Я нанесла первичную анестезию. Анестезия у меня татуист, но вообще можно воспользоваться абсолютно любым привычным вам анестетиком. Анестезию мы подержали минут 20, но и сейчас удаляем пленочку и вытираем анестезию насухо. Как мы видим, бровки такого холодного голубоватого оттенка. Брови такого оттенка удаляются лучше всего. Лазер прекрасно видит холодные голубоватые тона. Но вообще можно удалить абсолютно пигмент любого оттенка. Единственное, лазер плохо видит оксид титана, это белило. Например, какие-то желто-зеленые брови, либо вот такие прям подсвеченные брови. Это значит в состав пигмента, скорее всего, входило большое количество оксида титана. И бывает такое, что при удалении холодных, плотных, синих бровей, потом вылезает вот такой не очень красивый оттенок. И потом очень сложно его удалить, конечно же. Но вообще в процессе удаления, если вы видите какой-то такой нежелательный цвет, лучше совмещать методы. Например, сначала вы удаляете лазером до определенного момента, когда пошла какая-то желтезна или подсвеченность бровей, либо такой вот пластилиновый эффект, там, оранжевые брови, белесые. Тогда уже стоит переключаться на ремувер. Если сравнить лазерное удаление с ремувером, вот многие мастера вначале задаются, чем лучше удалить лазером, либо ремувером. Тут на самом деле у них абсолютно разные способы удаления и выведения пигмента. Если лазерный луч проникает под кожу, расщепляет пигмент на мелкие частички, они выводятся нашей лимфатической системой, часть через кожу выходит, через поры, то ремувер действует по-другому. Ремувер мы вносим с помощью машинки, точно так же, как пигмент, но немножечко поглубже, чтобы достать до того места, на котором лежит пигмент. И ремувер своими плотными частицами выталкивает, как бы, частички пигмента на поверхность, и они тоже выводятся нашей лимфатической системой. Плюсы лазера, то, что удаляет очень быстрый пигмент, сразу виден результат. Например, если холодные какие-то темные, яркие брови, очень плотные, они прекрасно выводятся. И еще один плюс от лазерного удаления в том, что происходит инверсия цвета. То есть, например, были синие брови, один раз простреляли лазером, и они стали адекватного коричневого оттенка. Иногда даже проводят цветокоррекцию мастера, например, брови чуть похолоднели в процессе носки, ну, там, примерно бровям 2-3 года, и они стали чуть сероватые. Можно прострелять бровки прямо на расстоянии, и они станут чуть теплее. Таким образом, можно продлить жизнь бровям, и клиент может еще и подольше с ними походить, если его все устраивает по форме. Но инверсия цвета является также минусом, например, при удалении перманента с губ. Вообще, если органический пигмент использовался на губах, в нем в любом случае большое содержание оксида титана. И, конечно же, происходит инверсия при нагревании пигмента, и какое-то время клиент ходит просто с серыми губами. У меня был такой случай с клиенткой, но мы хотели быстро очень вывести, поэтому она пошла на эти жертвы, закрашивала тоналкой. И потом мы удалили просто в ноль этот пигмент и сделали красивый новый перманент. Действие же ремувера в корне другое. Он тоже осветляет пигмент, но уже цвет ни в коем случае не изменяется. Он такой же в тональности, как и изначально был. То есть, видимого такого изменения цвета иногда клиент не видит. И бывает даже такое, что после первого удаления ремувером пигмент как бы чуть поднимается к поверхности кожи, и бровки выглядят чуть ярче. Не стоит паниковать в таком случае, нужно просто объяснить клиенту, что со следующей процедуры удаления уже они хорошо высветлятся и будет хороший результат. Самое главное не останавливаться. Также для ремувера нет никаких помех. Он видит абсолютно любые оттенки, в отличие от лазера. Как мы с вами обсудили, что лазер плохо видит оксид титана, белила. А ремуверу вообще все равно какой это пигмент, какого он оттенка. Он прекрасно выводит его из кожи. Поэтому, если ваши брови какого-то неадекватного цвета, смело используйте ремувер. Ну а еще лучше сочетать два метода, как я уже говорила ранее. Также при удалении на губах, если клиентка не хочет ходить с каким-то неадекватным цветом губ, лучше тогда проводить процедуру удаления ремувером. Но это будет чуть дольше. Конечно, если сравнить удаление лазером и удаление ремувером, удаление лазером гораздо быстрее и эффективнее, чем ремувером. Ремувером более длительный процесс, но везде свои плюсы и минусы. Также хочу вас познакомить с моим новым любимчиком, новым лазером. Кстати, кому интересно, вы можете приобрести его у нас в магазине. Стоимость этого лазера 189 тысяч рублей. И при покупке вы получаете полное обучение на все зоны удаления карбонового пилинга в подарок. Это более новая, мощная модель лазер пикосекундный. Что значит пикосекундный? Есть наносекундный и пикосекундный. Пикосекундный обладает большей мощностью и быстрее выводит пигмент. Соответственно, клиенту понадобится меньшее количество удалений. Есть, кстати, более дешевая, более доступная модель лазера. Тоже прекрасно удаляет. До этого я работала именно на нем. Это наносекундный лазер стоимость 150 тысяч рублей. Также подробности можете узнать у нас в магазине, либо пишите комментарии. В комплекте у нас имеется несколько насадочек. И что значит несколько насадок? Здесь насадки с разной длиной волны. Вот насадка 1064 как раз таки предназначена для холодных оттенков пигментов. Также есть насадка 532. Ее мы используем, когда видим теплые какие-то брови, либо удаляем татуаж с губ. И еще одна насадка. Длина волны 755 нанометров. Она предназначена для проведения процедуры карбонного пилинга. Ну и пару очков. Одни для мастера, другие для клиента. Сейчас я одену очки на клиента. Перед этим положу ватные диски на глазки, чтобы все было стерильно. Закрепим очки и будем проводить процедуру. Так, чуть-чуть привстанем. Все. Не давит? Нет. Я уже включила лазер. Захожу в меню. И здесь вот таких две шкалы. Здесь у нас мощность. Я поставлю мощность на 0,6. И следующий кружочек. Это частота выстрелов. Сейчас мы поставим, но можем даже вот на восьмерочку поставить. Сейчас я вам в процессе покажу, что происходит, когда мы изменяем частоту герц. Я тоже одеваю очки. И мы приступаем к процедуре. Я нажимаю на play. И сразу вижу прицел. Он мне помогает попасть туда, куда надо. Немножко подтягиваю кожу. И стараюсь отодвинуть волосочки. Потому что лазер у нас видит темный пигмент. То есть, если вы даже стрельните, там, не знаю, на черное платье, либо на журнал, у вас будет вот такое белое пятно. То есть, он прям выбеливает хорошо. Поэтому, если волоски темные, черные, и вы прям их хорошенечко так пробьете, они будут белые. Цвет волос восстанавливается, но примерно через полторы-две недельки после процедуры. Если клиента будет это смущать, вы можете ему посоветовать покрасить обычной краской для бровей после схода корочек. Через 4-5 дней после процедуры. Ну, а мы приступаем. Я пальчиком отодвигаю волоски. Посмотрите, как нетравматично все происходит, и насколько пигмент сразу светлеет. Я думаю, результат будет потрясающий. Во время процедуры не должна лопаться кожа, сочиться сукровица. Эта уже процедура выполнена очень травматично, и потом могут даже рубцы остаться. Поэтому выбирайте правильную мощность, не борщите. Если даже хотите чуть мощность сделать побольше, чтобы быстрее вывести пигмент, пробуйте на кусочки и наблюдайте, как все происходит. В темных местах, например, на кончиках, я прошлась еще раз, потому что мы раздробили пигмент внутри, пигмент чуть-чуть поднялся в коже, и я еще раз его простреляю, чтобы добиться лучшего результата. Конечно, никто не хочет ходить тысячу раз и удалять. Но вообще, чаще всего, какой задают вопрос клиенты? Сколько раз мне потребуется для удаления? И мы, как мастера, не можем дать однозначного ответа, потому что никто не знает ответ на этот вопрос, так как зависит от пигмента, который был использован, от глубины, на котором он лежит, от слоев, сколько там, потому что бывают разные случаи, там разноцветные пигменты, и, как я уже сказала, иногда даже приходится сочетать методы удаления. Поэтому все индивидуально, и обычно более или менее становится ясно после первой процедуры удаления, но оценивать результат можно только через месяц после процедуры, собственно, как и в перманенте, да? Все заживает у нас примерно 3-4 недельки. Посмотрите, как круто уходит пигмент. Просто вау! Ну, в общем-то, все, не прошло и минуту, процедуру мы уже выполнили. Очень комфортная для мастера процедура, потому что она выполняется очень быстро и, самое главное, эффективно. Конечно, каждому мастеру работающему я советую приобрести лазерный аппарат, потому что, ну, 90% клиентов у нас приходят со старым татуажем. И чтобы не отправлять их на удаление в другую клинику, и, скорее всего, они там и останутся, куда ушли, а самим проводить процедуру, не терять клиентов, конечно, приобретайте лазер, он очень быстро окупается, и процедура реально крутая, эффективная, и без удаления никак. Конечно, все мы знаем, если перекрывать старый татуаж, он потом рано или поздно всегда будет вылезать и беспокоить клиента. Лучше удалить и сделать новый красивый перманент. Какие рекомендации по уходу и как вообще это все заживает? Как вы видите, повреждений ноль, соответственно, корочки будут супер минимальные, скорее всего, их практически не будет, но все же, чтобы быстрее все зажило, нужно пользоваться заживляющей регенерирующей мазькой. Я даю вот такие мази в саше, я думаю, многим они знакомы, но если вы ищете альтернативу, можно использовать бепантен либо допантенол, смазывать где-то примерно 4-5 дней по 2 раза в день тоненьким слоем, ну и не мочить бровки, чтобы все хорошо зажило. Также после лазерных процедур не рекомендуется загорать в течение двух недель за избежанием появления пигментации. Вот пока мы тут удаляли брови, разговорились с клиенткой и поняли, что она хочет сделать еще перманент век, поэтому подписывайтесь, пишите комментарии, ждите в следующей серии красивую нежную растушевочку на этой клиентке. Все, пока-пока, увидимся в следующей серии.